Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже пятница, 28 июня 2024 года. Да, время летит ужас как. Хасам Абу Мэри готовит эксперимент. Кто такой Хасам Абу Мэри, спросите? А это у нас министр здравоохранения в Латвии. Жителей попробуют лечить удаленно. Да, пятница, это не шутка. Послушайте внимательно. Очень серьезная новость. Как сообщили в Министерстве здравоохранения в ходе встречи с послом Соединенных Штатов Америки Кристофером Робинсоном, министр здравоохранения Латвии Хасам Абу Мэри проинформировал дипломата о своих приоритетах на посту. Чиновники обсудили недавний визит министра Соединенных Штатов Америки и посещение медицинского центра Джона Хопкинса в Балтиморе. Понимаете? Эксперимент над жителями Латвии. А? Что они там, вась-вась? Ну, послушайте дальше. Я имею в виду в Америке вась-вась-культверти. Министр проинформировал посла, что в медицинском центре Джона Хопкинса он подробно ознакомился с управлением больницей, процессами и инновациями в области цифровизации, безопасностью пациентов и вопросами качества медицинской помощи. По мнению Абу Мэри в Латвии можно применять комплексный подход в предоставлении медицинских услуг. Не могу спокойно читать, друзья. Не могу. И вам преподносить вот такое вот. За ваше здоровье лучше. Давайте выпьем. С пятницей вас всех. С предстоящими выходными. И сразу же скажу, чтобы вы не забыли. Да. Берегите себя и близких, детей особенно. Жара сегодня страшнейшая. Надвигается на Латвию. Да, это все здоровью связано. Да, касаемо здоровья. Продолжаю. Он намерен. Кто? Ну, кто он? Кто он? Ну, Хасам Абу Мэри. Министр здравоохранения. Он намерен опробовать. Вы слушаете? Опробовать. Ну, эксперимент же это. Опробовать опыт Соединенных Штатов Америки в организации услуги 24 на 7 больница на дому. В Латвии у нас. Извините. Программа «Больница 24 на 7 на дому» представляет собой комплексную меру в корзине больничных услуг. Да мне так и хочется сравнить. Это как будто бы в магазин пошел, в корзину наложил там всего. Ну, ладно. Послушайте дальше. Включающую телемониторинг. Это позволит обеспечить визиты врачей и медсестер на дом в соответствии с потребностями пациента и разработанным планом ухода. Ну, я не спорю, друзья. Это я свое мнение, конечно, высказываю. Хорошо ли это плохо, это решать вам, друзья. Пишите в комментариях. Дальше послушайте. Ну, это же эксперимент. Такая услуга позволит избежать необоснованной госпитализации. Видите, к чему клонят? Необоснованная госпитализация. Говорят в министерстве здравоохранения Латвии. И непосредственно Хасам Абумери, сам министр. Говоря о своих приоритетах на посту, министр указал на разработанную модель ценообразования на лекарства, которая позволит сбалансировать цены на рецептурные лекарства с остальными странами Балтии. Развитие больничной сети, что определяется как человеческими ресурсами отрасли и движением к введению единых критериев качества. А также укреплению системы первичной медико-санитарной помощи. Я помедленней, чтобы было понятней и запомнили надолго. Кроме того, по мнению министра здравоохранения Латвии Хасама Абумери, в Латвии следует развивать телемедицину и цифровизацию, в том числе сервис электронной очереди, записи к врачам и осмотру. Как вам новости, друзья? Ничего вам не пришло, вот пока я вам преподносил эту новость, в голову ничего не приходило? Напишите. Может быть кто-то догадался. Ну, я имею в виду, прямо скажу, прямо, вот вам в открытую скажу, в лицо. Чему это все идет и почему? Как так? А, ну ладно. Нет, все равно пишите, друзья, пишите. За ваше здоровье. Эксперимент. Какой эксперимент? Так и хочется мне матом перейти на мат. Повторяю. Хасам Абумери готовит эксперимент. А тут один заголовок, уже все. С ума сойти можно. Что они еще нам подготавливают? Жителей. Представляете? Жители Латвии попробуют лечить удаленно. Что это за лечение будет удаленно? Ладно. Я свое мнение сказал. Ой, друзья, не к добру это все. Очень даже не к добру. И куда поехал, смотрите. Где его на все обещания, чего? Он полез. Куда он полез? Он куда полез? Вы помните? Я напомню. Первым делом он полез куда? Начал заниматься русским языком. Запретом. Понимаете? А сейчас что? Вот это что это такое? Это что? Это его работа на посту министра здравоохранения. Но я говорю, я свое мнение высказываю. Я могу ошибиться в чем-то. Ну, в чем-то, чуть-чуть. Ну, не до такой степени, друзья. Ну, где его обещанные понижения цен на лекарства и так далее, и так далее? Ну, где? Где? Да никакого понижения не будет цен. Если где-то что-то для виду и понизят, то в другом месте, в десятикратном, в стократном размере подорожает все. Уже подорожало. Попробуйте к специалисту сходить. Ну, что я говорю вам? Ну, я говорю, конечно же, в основной массе, в основной массе, подчеркиваю, потом мне там в комментарии писали, да вот вы, Сергей, вы говорите, у вас только одни старики, да пожилые смотрят. Да нет, я никогда такого не говорил. Я говорю, в основной своей массе смотрят. Я почему говорю так? Уже по статистике смотрю. У себя на канале. Да, в студии, в студии. Ящик в студию, ящик в студию, да? Приз в студию, ящик, ящик, да? Я не ошибся. С такими вот руководителями, ящик, да? Вот с такими вот министрами травоохранения. Главное, ломанулся прям даже сам. Кто-то, кто? Он кто? Хирург? Вот и занимайся своими делами. Я и говорю, что... У меня в памяти все время постоянно только вот эти одни мысли. За каким он полез и лезет не в свои дела? Может быть, я повторюсь. Как-то я рассказывал тоже. Языком занялся. Ты профессией своей не пробовал заниматься? Профессией? У тебя же профессия сейчас министр здравоохранения. При чем здесь это? Ну, это, конечно, да. Это уже очень я глубоко начал. Да, да, да. Очень глубоко, друзья. Сколько можно экспериментов делать? Пожалуйста. Большая просьба. Вот от своего имени прошу. Когда вы начнете заниматься своими делами, непосредственно связанные... Ну вот, если ты министр здравоохранения... Своими непосредственно... Это частичка только, господи. Сколько у нас этих министров? Сколько у нас всяких там... Ой, комиссий, подкомиссий и так далее. Дармоедов, я говорю. Да, дармоедов всегда. Зачем вам далеко туда там летать надо было? Зачем? А? Они пробовали поближе? Буквально вот, 100-200 километров. У соседей поинтересоваться. Как у них все это происходит? Как лечат они больных, если вы не умеете? Это ж надо было лететь за океан. За сколько тысяч километров? За десятки тысяч километров? За чей счет вот эти перелеты опять? М? Пожалуйста. Это ладно, это с послом. Ну, посмотрите. Визит министров Соединенных Штатов Америки и посещение медицинского центра Джона Хопкинса в Балтиморе. Куда тебя понесло? Ну, куда? Что ты посмотри? Сколько у нас здесь населения? Зайди в какие-нибудь больницы, особенно в сельской местности. Куда? Какие там? Ой, мама родная, друзья. Я прямо, прямо говорю вам, не могу уже. Я без мата никак. Клядь это... Делом займись. Что это такое? Ну, и что? Чего? На чем? Потренируйся на кошках сначала. Как он этот... Тренируйся вон, Никуин, помните, да? Хотел показать на этом... На кошках. Вот, друзья. Я как эту статью прочитал. Какие инновации? Какие... Что? Съездит и в Литву, и в Эстонию. Да на худой конец он в Германию. Тут же ближе. Нет. Понесло в Америку. А, ну да. И рядовые там, и так далее. Ой, друзья. Не-не-не-не. Пишите, что вы думаете. Угу. Вот лекарства у нас... Вообще... Я сколько раз говорил. Заходишь в эту аптеку, тишина. Один-два. Ну, максимум два человека. Ну, нет очередей. С одной стороны, хорошо. Зашел, что надо... Взял быстренько, все. И ушел. А бывало раньше, как помните? Да потому что все дешево было. Дешево. Да и не так уж и много-то, в принципе... Ну, были, да, очень. Даже несколько касс работало. Несколько. Две, три, три. А то и... Ну, да. Три кассы. Ну, это в больших торговых центрах. Ну, непосредственно, я вам даже скажу. Это не реклама. Без разницы, какая там разница. Вот Бену аптека. Вот у нас, в нашем непосредственном городе. Пассажи. Три кассы даже. Три кассы работало. И то очереди, очередь. Там, там стоит. Сейчас идите. Вон, одна касса. Так на ценнике, как глянешь, все. И не хочется болеть даже. Представляете? Не хочется. Так рад бы не болеть. Не получается. Приходится брать. И главное, когда платишь деньги, ну, без разницы, как карточка или наличка, думаешь, не тихо, твоя мать, это что, ну, отдаешь 30 с лишним евро. Ну, пускай даже 20, там, 18, там. А там их всего-то, знаете, сколько-то штучек. Что мне вам объяснять? 12, 14 штучек, 10 штучек. Не знаю, она, может, меньше бывает. И такие, как бложки вот такие вот. Что ты этим вылечишь? Что ты этим вылечишь? Раньше, если таблетки, так таблетки выпили. Выпускали, я имею в виду. Так они как действовали? Одну таблетку выпил, уже чувствуешь облегчение. Сейчас пьешь, 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 пьешь. Курсами пить надо. Друзья, так затягивают они вот эти вот, знаете. Затягивают. Да. Пожалуйста. Да, давайте. Этот курс надо пропить, потом этот. А после этого вот этот. Так, потом это. Переходите на вот это. А потом пробиотики. А потом надо это. Ну, конечно, желудок же губим. Пищеварение губит. 12-перстный и так далее, и так далее. Я не профессор. Никакой не доктор. Я просто ясновидящий. Одно губишь. Начинаешь потом. Начинает прописывать от другого. Другое губишь. Начинает от третьего. И понеслась вот эта круть вверх. Потом не знаешь, что тебе. Почему тебе-то что-то херовенько. Что-то как-то поташнивать. Что-то пойти поблевать, что ли. Хрен поймешь. Только голова кружится. То черти что. Мама дорогая. Друзья. Вот, пожалуйста. Начал с чего. Он в Америку полетел. Какую Америку? Ты вообще зачем? Зачем вот это? Зачем? А, эксперименты. Ну да. Все. Одно слово. Эксперимент. Жителей попробуют лечить удаленно. А если не получится? А кто будет лечить? Ой, блядь, блядь. Все, я заканчиваю. Да. Пишите комментарии. Что вы думаете про этот эксперимент? Не хватит ли этих экспериментов? Сколько можно экспериментировать? Сколько? Это не эксперимент. Это издевательство. Вот надо. Ладно, пускай. Если бы эти эксперименты вот будут на дом. Я не верю этому, друзья. Ни граммы не верю. На дом будут ездить. Прям сестрички, братишки, блядь. Все, все, все будут ездить. Прям на руках носить всех этих больных. Господи, мама родная. Вы посмотрите, что творится в больницах, поликлиниках и так далее. Хотя я сказал. Я уже сколько раз бывал. Не дай бог больше там не бывать. Не хочу. А он не вынужден бывать. То то заболит, то то заболит. Еще хлеще становится, хуже становится. Не знаешь, одно лечишь, другое калечишь. Народу становится все меньше и меньше. Тех же самых поликлиник. Вспомните, сколько раньше было. Ой, бляху я. Никак не могу закончить. Все, заканчиваю, друзья. Пишите комментарии. Поставьте лайк под видео. Я лично так вижу эту ситуацию. Опять какие-то эксперименты. Опять какие-то эксперименты. Эксперименты. Это что это? Или это статья просто так вброс такой, чтобы отвлечь внимание. А, он якобы занимается этими. Думает о здоровье населения Латвии. Заботится, правильно, заботится. Очень даже озабочен. Озабоченный. А, только озабоченность вот эта начала проявляться у него не с той стороны, не с того боку. Сколько ты времени потратил на, я еще раз повторюсь, русским языком? На каком языке ходить в поликлинику? На каком языке обращаться? Это что это такое? Что это такое? В Брюсселе сколько языков? Два? Четыре? Официальных? Государственных? Ну, напомните мне, пожалуйста. В Швейцарии четыре, восемь, десять, сколько там? Двенадцать государственных языков? Или все-таки два или четыре? Ну, все-таки два или четыре, но не один. Не один. Половина населения, говорят на русском языке. Даже пускай сорок девять процентов. Ну, пускай сорок пять. Это что это такое? Да, это все звенья одной цепи. Все, заканчиваю, друзья. Желаю всем здоровья. Не болейте, господи, не дай бог. Не дай бог, блядь. Ой, вот с такими вот министрами. Это вы что вы? Что вы? Надо срочно. Всех жду. Да. Я ясновидящий. И не просто ясновидящий. Экстрасенс. Да. Я всех вылечу. Приходите. Да. Сказал, приходите. А когда, где вы нас, как вы к нам зайдете? Но только где-нибудь назначать надо встречу. Где-то в городе. Я вас буду лечить. Лечить буду. Все, друзья. До очередного лечения. До очередной встречи. Съемка. Аж мне повернулся. Ой, жулик. Ну, жулик. Друзья. Ну, я не могу. Без юмора это вообще. Без юмора это ужас. Эксперименты. Когда я с вами распрощаюсь? Никогда. Не дождетесь. До свидания, друзья. Еще раз всем. Здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружба между народами. Я сплюсь, почему? А сна понесет. Да как тут меня не понесет? Друзья, эксперименты над жителями Латвии. Сколько можно? Народ. Народ. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Сколько время? Нам вообще-то ладно, поспите. 35. Девятого. Остапа тут несет уже. На поворотах. Я выскакиваю на повороте. До свидания. Всем мира, добра и дружбы между народами, друзья. Спасибо большое вам за поддержку нашего канала. Еще раз попрошу, подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк. Кто не подписан, это зрители. Я к вам обращаюсь. До свидания. До следующих видео. Поделитесь в социальных сетях. Пусть посмотрят. На эти новости и на Остапа, да? Не могу. Готовьтесь к жаре. Дышите через раз и припрячьтесь в тенечек, друзья. Серьезно. На работу можете не ходить. Скажите, что... Так и говорите. От имени канала «Мышлены в Латвии» был приказ. Поступил приказ, что вы можете не выходить на работу. Ну, куда такую жару издеваться над народом? В Хасам Абу Мэри обращайтесь к нему тоже. Звоните напрямую. Это что это за такое? Как можно работать? Особенно с варчиками. И так там такая температура. Там сотни тысяч градусов. Ужас. Все. До свидания, друзья. Спасибо вам большое за поддержку нашего канала. До следующих видео. До свидания. Здоровичка вам. До свидания. До свидания. Продолжение следует...